Снова лучшие! Наша телекомпания стала победителем в конкурсе «Электронная ветеринарная сертификация. Новый уровень качества и безопасность продуктов». Его проводили в Управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю Республики Адыгея. Отличилась программа «Город действующие лица», в которой ведущий Алексей Шулепов расспрашивал начальника отдела управления Мурада Мурадяна об электронной сертификации. Благодарственное письмо вручили на пресс-конференции. Специалисты управления рассказали, что внедрение современных технологий в Россельхознадзоре сейчас на первом месте. Это помогает следить за качеством и количеством производимых в регионах продуктов. Есть и нововведения. В ближайшее время планируют запустить реформу о контроле надзорной деятельности. Спасибо. Я взял поручение по проверкам циверноморских предприятий. Мы, скажем так, распространяем... И наш край так косвенно... Вы допустили мы спешить... Потому что были спешки, я... Цель этой реформы на сегодняшний день существует стандарт, и подход к бизнесу совершенно другой. Если раньше наказывался нарушитель за уже совершенное деяние, то на сегодняшний день вся наша работа перестраивается на предупреждение этого нарушения. То есть профилактика нарушения. Говорили и о проблемах. В первую очередь это амброзия. Безоговорочно унитаз... Продолжение следует... Цель этой реформы на сегодняшний день существует стандарт. И подход к бизнесу совершенно другой. Если раньше наказывался нарушитель за уже совершенное деяние, то на сегодняшний день вся наша работа перестраивается на предупреждение этого нарушения. То есть профилактика нарушения. Говорили и о проблемах. В первую очередь это амброзия. Безоговорочно уничтожать сорняк-аллерген сотрудники Росельхознадзора призывают владельцев земельных участков. Ведь это растение во время цветения настоящий бич для людей, склонных к аллергии. Другая беда – коричневый мраморный клоп. Нашествие вредителя в этом году ждут в конце апреля. Уделяет внимание и ввозу санкционных продуктов. За 2017 год зарегистрирован 361 случай. В общем весе более 36 тонн. В основном это овощи и фрукты. После изъятия их уничтожают. Ну а мы благодарны нашим давним партнерам-ветеринарам за совместную работу. И конечно продолжим сотрудничество, чтобы лучше других освещать их деятельность.